МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час свисит на волоске. Неопределенность судьбой Юлии Тимошенко заставляет Брюссель нервничать. Украина в очередной раз перенесла запуск первого спутника связи Лыбить, который ранее был назначен на конец декабря. Однако, как уверяют чиновники, из-за технических проблем запуск перенесли на третью декаду апреля 2014 года. По словам главы Госкосмоса Юрия Алексеева, перенос запуска связан с техническими проблемами, которые возникли в ходе реализации проекта, сообщает Сензернет. Напомним, работы по созданию Лыбиди ведутся с начала 90-х годов. В проект неоднократно вносились изменения, а сроки запуска переносились. Реализация проекта активизировалась в 2009 году. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк выразил недовольство присутствием в составе инспекции Роспотребнадзора по проверке кондитерских фабрик корпорации «Рошен» представителей российских кондитерских компаний, передает «Интерфакс Украина». «Я не понимаю, почему в этой группе появились конкуренты, представители шоколадных компаний России». «Это что? Это инспектирование или производственный шпионаж?» заявил министр. Проезд в метро подражает. Решение относительно тарифов на проезд в Киевском метрополитене будет принято в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Евгений Водовызов, передает Киевиар. На вопрос о том, сколько будет стоить одна поездка после введения нового тарифа, он ответил, «Это точно не 5 гривен. Мы закончили эту тему. Это более 3 гривен однозначно, если мы говорим о разовой поездке». Донецкий «Шахтер» проиграл Байеру из немецкого «Леверкузина» матч третьего тура группового раунда Лиги чемпиона Вуэфа со счетом 0-4. «Игра на поле проходила при полном преимуществе хозяев», пишет издание «Остра.орг». Вместе с тем, главный тренер «Шахтера» Мир Чалуческу считает, что на исход игры повлияло предвзятое судейство. «Очень сложно комментировать такой матч. Конечно, это стыдный результат, а если все анализировать так, как оно было на самом деле, то мы играли, наверное, больше против судьи, чем против команды соперника», сказал мистер на послематчевой пресс-конференции. Ответный матч состоится 5 ноября в Донецке. «Сегодня Динамо Киев и швейцарский Тун будет играть матчи Лиги Европы и Уфа», информирует ТСН. «Соревнования будут на поле НСК Олимпийский. Матч начнется в 20 часов. Госавтоинспекция просит водителей с самого утра не парковать автомобили возле столичной спорт-арены и на прилегающих улицах». В России планируют сделать обязательным экзамен по русскому языку для всех мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу. Об этом сообщили в Федеральной миграционной службе. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. С 2015 года курсы русского языка и официальную проверку знаний по этому предмету хотят сделать обязательными для всех трудовых мигрантов. Марихуана по доллару за грамм легально. Как сообщают подробности, это будет возможно в Уругвайе. Соответствующий закон прошел в палате Конгресса, на очереди голосования в Сенате. Таким образом, правительство планирует оставить без работы наркоторговцев. В аптеке зелья планируют продавать на полдоллара дешевле. Помощники одного из шерифов американского штата Калифорния застрелили 13-летнего мальчика, приняв находившуюся в его руках игрушку за настоящий автомат Калашникова, сообщает главрединфо. Полицейские открыли огонь, не дожидаясь реакции мальчика на требование бросить оружие. От полученных ранений подросток скончался на месте. Как заявил калифорнийским СМИ, отец убитого – местный житель Родриго Лопес. В руках его сына Энди был игрушечный автомат. Актер Сильвестр Сталлоне написал несколько картин специально для своей выставки в России и передает подробности. Ее откроют через неделю в Русском музее Санкт-Петербурга. Специалисты называют живопись Сталлоне абстрактным экспрессионизмом. В некоторых работах угадывается сюжет. Часть полотен посвящена друзьям актера и его погибшим сыном. Благодаря ученым из Нидерландского университета Твенте, у нас, похоже, скоро появится возможность донести информацию до наших будущих поколений, сообщает Хайньюзру. Суть в том, что научные сотрудники университета создали жесткий диск, который может хранить информацию более одного миллиона лет. Он создан на основе вольфрама, покрытого защитным слоем из нитрида кремния. Создали жесткий диск.